Дождь на улице и дома. Это не фантастика. Реальное положение жителей 12-го дома по улице Мира. Люди самостоятельно пытались достучаться до коммунальной службы. Их надежды почти сбылись. Но почему ремонт кровли так и не провели, выясняли наши корреспонденты. Обо всем подробнее в рубрике «Срок ответа сегодня» расскажет Ольга Аксенова. В моей квартире в течение двух лет протекает потолок. В каждой осадке, в каждой дождь я ощущаю вот такие явления. То есть здесь он течет и течет и течет бесконечно. Я не могу поставить ни звонок. Это просто ужасно. Смотреть на это и видеть это. Сейчас стена в подъезде уже промокла насквозь. В квартире же водяные разводы пока меньше, но картина удручающая. Такие щели, такие дырки, что оттуда бежит черная жидкость, давно уже не вода, которая пахнет аммиачно. Просто вот невозможно дышать. Из-за худой крыши жительница верхнего этажа все лето не может сделать ремонт. В многоэтажке настолько сыро, что даже завелись насекомые. И в таких условиях люди вынуждены жить и растить маленьких детей. Появились в теплое время червяки, которых я убивала, по потолку они лазили. То есть хотелось вплоть до самкистанции вызывать для того, чтобы привести в норму свою квартиру. Не с червяками, а с бюджетом. Курирует 12-й дом по улице Мира управляющая компания «Южная». Коммунальщики в курсе всех неприятностей жителей. Люди пишут заявки постоянно. Только помощи. Ответственной службы все нет. Приходили комиссии, приходили смотрели. Я говорю, хочешь что-то извинить? Конечно, конечно, конечно. Она мне лично сказала, в этом году, в сентябре месяце, вот эту всю сторону, правую сторону, будут нам делать. Рухнет когда-никогда плита, потому что несущая стена уже вся рассыпалась. Бетон вымывается, остается одна крошка, вот этот песок. И этот песок сыпется и сыпется. Деньги на крышу есть. Их уже выделили на реконструкцию. Причем за ремонт люди будут расплачиваться в рассрочку. Жители согласны на эти условия, но сроки работ менялись уже несколько раз. И теперь вовсе неизвестно, когда ремонт начнется. Специалисты, управляющие компанией «Южная», винят погоду. Мол, в Оренбурге постоянные дожди. И вот очередное обещание. И очередные сроки. Там запланирован текущий ремонт кровельного покрытия. В ближайшее время, там, в крайнем, до 10 октября произведется текущий ремонт крыши. Подрядчик уже определён, договор заключен, материал всё получит. Сейчас вот ориентируемся по погоде. Конечно, охота успеть до холодов. К слову, сентябрь и октябрь будут щедры на дожди. Надеемся, что коммунальщики компании «Южная» всё же не пропустят солнечные дни и выполнит работы в полном объёме. Только непонятно, почему пропустили лето, когда шансов на благоприятную погоду в разы больше.